Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуе Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. В вынику реализации мероприемства по наведению парадку на землю в этом году на Гомельшине усевооборот утягнуто коля 10 тысяч гектаров земли. Сегодня на головной площади Гомеля отбудется святочная акция «Запаливаем елку разом». Сегодня означается день профилактики травматизму. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля плануется затвердить региональные комплексы мероприемства по реализации трех державных программ. Отповедные пытания включены в парадок дня сессии Городского совета депутатов. У приватности депутатов меркуют пытания выполнения державных программ по занятости насильництва и демографичной беспеции. А про чтого меркуются разглядеть комплекс мероприемств, что тишится аддукации и молодежной политики. Термин действия всех программ различен на период до 2020 года. В вынику реализации мероприемства по наведению парадков на землю в этом году на Гомельшине усе в обороту тягнуто около 10 тысяч гектаров земли. Еще около 2 тысяч передадены в лесный фонд. С уликами средней ураджайности на этих площах можно отримать около 30 тысяч тонн сбожа, что суправоанально с годовым сбором зерня в одном невеликом районе. Сельская господарская арифметика в материале Олега Сентюрова. То мороз, то адлига. Снежинь этого года вызначается неустолевым надворым, а тому, поколь не наступили мосты морозы, еще есть макшимость завершить усе запланованные работы по наведению парадков на землю. У Сельгазпроприемствах кажут, что работы по добропарадку не можно проводить, поколь температура поветра на протяглый час не установится на узровне ниже минус 10 градусов. В Будокошалевском районе в этом году намагание сконцентровали на двух накерунках. Зноси не жилых домов и рекультивации былых присядебных участков, а так само корчевание садов. Неколь район займался винаробцем, теперь старые древы только займаются площадью. Межтым, гэтая земля могут приносить господаркам неодренные прибытки. Учитывая то, что сегодня мы вовлекаем ту землю, там, где были приусадебные участки, где были многолетние насаждения сады, то есть самая плодородная земля, надеемся, что она быстрее заработает и окупится выходом продукции растеневого сада. В опущенный час головной накерунок у себя в творчестве Будокошалевского района мясомолочной выращиванием Городины теперь займаются основным фермерам. Татьяна Романенко властную справу начинала с 36 гектаров, теперь проще ей господарки в 4 раза больше. В этом году она увеличилась еще на 20 гектаров за кошт территории былого колгасного сада, что в свою чергу мая на увазе по увеличению объема продукции, которая будет пропонована насильниству. Здесь стоял старый заброшенный сад. Мы этот сад забрали своими силами, средствами, выкорчевали, увели все вооборот. И теперь там очень хорошая пахотная земля. А прочатаго с допомогой фермера, керавництва сельсовета, меркуя провести работы по наведению парадку, увезцы до Баавица. 600 годы тому тут проживало больше 300 человек. На початку 2000-х, какая 40, а зараз усяго 24. Чатыры, допомога приватного бизнесу в наведении парадку при такой нешматрикости мясового насильництва не перешкодить. Выделяли деньги, мы сносили дома, но не занимались рекультивацией земель, то есть благоустройством территории. И вот такие три территории она взяла, она сделала благоустройство. Хоть только сельгаз в творчестве, тема добраупарадкования в районе не обмежовывается. В озеро увезцы Дубавица, хоть и займает достаточно значную площадку, але назвы немая и покрыху заболочивается. Местовые улады кажут обжидании не допустить знищения водоема и шукают спонсора, який привел его в парадок. Коли все отримается, на им можно будет организовать недренный отпочинок. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район. В Мазырском районе на этом тыдне проходят мониторных стану работы по оказанию допомоги ветеранам, пожилым людям и особам, которые потерпели от наступства войн. В складе рабочей группы представники четырех министерств, антимонопольного регулирования и гандлю, культуры, працы и социальной обороны, а так само информации. Подробностей в сюжете корреспондента у телеканала «Мазыр». Умовы проживания, медицинское гандлевое обслуговывание, деятельность первичек ветеранских организаций, безопасность одинока проживающих старых. Для комиссии нема вопросов в другародной важности. Свои пропоновые выказывают самые разные организации. Комбинат бытового обслуговывания, дни святкования, дня перемоги, дня независимости пропонует льготы на послуги, скидки ко дню пожилых людей, выезд надом пошивочных бригад. Редакция газеты «Жить о Полесе» дарит ветеранам бесплатную подписку. Журналисты к этой теме у Вогуля надают шмат уваги. У выпусках новинов на телеканале «Мазыр» практически что дня можно убачить ответные сюжеты об старости одинокой, активной, про столетних юбиляров и золотых весельях, мероприемствах ветеранских организаций и Центра социального обслуговывания. Все рабочие группы, которые сегодня посетили порядка 10 объектов, связанные с нашим сегодняшним мониторингом, отмечают высокий уровень, проводимый как организационной, так и практической работы со стороны и местных органов власти, и, конечно же, самих непосредственно ответственных исполнителей за выполнение той государственной программы, которая сегодня поддержит мониторингу. Визит до ветерана Великой Чинной войны Татьяны Барбылёвой стал, бадай, самым крональным пунктом рабочей поездки. В этом году Татьяна Никитишна отцветковала 95-ти годы. Не глядяши на взросл, и она знаходясь у себе силы радоваться житю и приймать гостей. Пожилая женщина каже, что за усёды памяты от их, кто навеки застався на полях битвов. И марить только об одном, как теперешнее поколение николе не ведало войны. Очень трогательное внимание и забота о нас, лично обо мне. Рабочая группа провела анализ работы Мазырского территориального центра социального обслуговывания насильництва и побывала в разных его отделениях. Поразмовлять поспели и с молодыми инвалидами, и с наведовальниками отделения дзённого знаходжения для грамадян пожилого взрослого. Наведали так само Палас культуры Буддауник. У им постоянно сбираются творчие и активные заусёдники клубов по интересам. Катярина Юрченко, Светлана Груцьком, Вячеслав Препіснов, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадио-компании «Гомель». У широку районов Гомельской области сё лет означается тенденция повеличения количества ДТЗ в поравнании с ответным периодом минулого года. Такая информация была огучена в управлении Державтоинспекции подчас в учебно-методичного сбору супрацовников. У им принял удел наместник начальника управления ДАИ Министерства внутренних справ Андрей Чарнявский. Головная мета – выявить проблемные пытания и шляхи их выращения. Найбольшескоданная ситуация зараз означает собуток Кашалёвским районе, где в минулом году был зарегистрованный один смиротный заход ДТЗ, а сё лета уже семь. Колькость загинувших на дорогах повеличилась так само у Калинковицким, Мазырским, Рогачовским, Светлогорским и Лельчицким районах. В тем часам у областных центра сё лета зарегистровано 127 ДТЗ супра 155 в минулом году. Загинуло семь человек. На ответную дату 2015-го было 19 ахвер. С остановчих тенденций так само снижение на территории в области выпадка укерования автомобилем в нецвярозом стане и факта о перевышении худкостного режима. По ранейшему, это самые расповсюдженные причины ДТЗ. До вары может привести и не выконание правила об выкористании водителями зимовых шин. Хотелось бы для всех водителей, конечно же, довести те изменения, которые были вынесены в правила дорожного движения. Это в 2015 году по использованию зимней резины. Поэтому, конечно же, нужно беречь себя, других участников дорожного движения, выполнять те требования и нормативы в части, касающиеся использования зимних покрышек. Почас учебно-методичного сбору за бездакорную службу и профессийное выконание службовых обовязков супрацовники ДАИ отримали у Знагороды особным присвоенной черговые специальные звания. Сегодня означается День профилактики травматизму, подаденных Сусветной Организацией Аховы Здоровья, травмы и иншие нечастные выпадки, что год становятся причиной гибели каля 5 миллионов человек. Это 9% от агульной колькости измяродных выпадков. Одной из главных причин гибели людей от травм изъявляются дорожно-транспортные оздарения, что год у вынику ДТЗ у Свети гине каля 1 миллиона 950 тысяч человек. Еще до 50 миллионов становятся инвалидами. Сярод наибольши эффективных профилактичных мер, обмежевание худкости руху, выкористание мотоциклетных шлемов, рамня убеспеки и дитяших, утрымливающих пристосованием. Особливым родком означаются причины травм сяродзяти. Коли у молодшим взрослых это отсутность необходного нагляду сбоку дорослых, то во взрослых от 5 до 10 годов травмы отримливают по неосторожности. У подлетков нечастные выпадки з'являются следствием боротьбы за лидерство. В рамках дня профилактики травматизму сегодня с 14 до 16 годин на пытание, которые отыщутся профилактики травм по телефону 802-32-40-05-22 откажет врач-травматолог-ортопед Гомельской областной клинической больницы Александр Викторович Зенченко. В 17-го Снежня у Гомеля открывается выстава «Кермаш. Новогодний калейдоскоп». Свою продукцию проставят белорусские предприемства и народные умельцы. У Лядовым палаце разместятся новогодние упрыгажения и цацки, карнавальные костюмы, вяшерные уборы для святов, подарунки, сувениры, парфюмеры и косметика. Так само у наведовольников будет махчимость набыть все необходимое для святочного стола. Мясные молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские выробы, мед и продукты пчалярства. Жахарам и гостям города над Сожем Кермаш подороть выдатную махчимость набыть продукцию до святого по ценах вытворцов. Привлекаем разные предприятия. Естественно, мы делаем акцент на то, чтобы это были такие товары, которые могут быть полезны и вкусны к Новому году. Естественно, поработали с ремесленниками. У нас тоже будут представлены ремесленники. И для детей мы хотим, чтобы это был элемент праздника. У нас будет елочка, у нас будет Дед Мороз, у нас будут такие своеобразные конкурсы, какие-то мы предложим детям. Так, чтобы им тоже было интересно на нашей выставке. Сегодня на Головной площади Гомеля отбудется святочная акция «Запаливаем елку разом». Традиционно она будет сопроводжаться яскравым шоу с уделом Деда Мороза и Снягурки, а так само символом надыходящего года вогненного певня. Все лета Головная елка в области мая Вышиню больше, как 30 метров и измонтирована с 2000 штучных галин. Ее упрыгоживанием стали 60 светлодиодных гирляндов и вифльемская зорка. На площади так само смонтированы детяче-казочный городок, резиденция Деда Мороза и гандлевые роды для рамесников и предприемства областного центра. У программе сегодняшнего свято музычные и хореографичные номеры у выполнения творческих коллективов и артистов Гомеля, а так само массовый молодежный флешмоб, у яким примутю дел больше, как 500 человек. Это новогодний флешмоб. Собираются студенты шести наших высших учебных заведений. Они вот таким музыкальным поздравлением хореографическим поздравят всех гостей и жителей города Гомеля с наступающим Новым Годом и с уходящим Годом Культуры. Юная прагажунья с кормы Софья Старовойтова стала первоможцей детячих конкурсу «Мини Мисс Интер Бриллиант». Самая тельновитая и модная девчонки из усяго света селета споборничали у Чехии. Золодальницей Гран-Пры познайомилася Ганна Каральчук. Конкурс «Мини Мисс Интер Бриллиант Ворл» проходит упередколядный период в Европе и является часткой международного детячих фестиваля «Скарб нации». Селета мероприемство проходило у Чехии. У им примала удел 21 юная модель. Наша Соня Старовойтова не только отримала Гран-Пры, а ей стала лепшим в номинациях «Калядный анел» и «Талент». Пераможца привезла с собой корону ручной працы с чешского «Крышталю», узногородную стушку и именные дипломы. Мне вручили три короны. Мне дали корону от директора моды в Чехии. Она не такая большая, шикарная. Там была очень дружная атмосфера, все дружили, все общались, было очень интересно. Никаких конкуренций не было. Софья отримала право представлять нашу краину у Чехии после кастинга и перемоги на фотоконкурсе в Беларуси. До своего выступления девчонка рыхтовалася долго и упарта. У конкурсантов было 7 выходов и на каждый раз працовывался свой уникальный образ. Дизайн уборов придумывали у Гомеле, причем сама Софья примала активный отдел. Мама, соответственно, занималась костюмами, дочь принимала активное участие, главное участие, разрабатывала дизайн. Шили в Гомеле здесь, ездили на примерки, это все в течение месяца, покупали ткани, заказывали с Минска, потому что все серьезно, серьезный конкурс. Все детки были абсолютно подготовлены, у всех были разные интересные наряды, ну вот наши, получается, были самые, видимо, интересные, понравились им, пришлись по вкусу. Допомагали Софье рыхтоваться и в модельном агентстве, где девчонка занимается уже три годы. Ставили дефилет для кожного выхода по европейских стандартах, а наставник по вокалу рыхтовала творчий номер, песню на белорусской мове, за якую Софья отримала особный диплом. Як отзначают выкладчики, юная модель – одна из самых активных у школы, постоянно принимает отделы в конкурсах и телепроектах, в среду которых юная телезорка, организованная телерадио-компанией «Гомель» и управлением эдукацией. Софья – такая девочка-модель с опытом уже большим колоссальным с самого детства. Софья очень артистичная, она и поет, и танцует. И, в принципе, вот эти все свои навыки, не только навыки дефиле, но и творческие свои, вот эти способности, она показывала на конкурсе в Чехии. Ганна Коральчук, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». И это была пошла информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Сачуйте за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова